здравствуйте друзья по многочисленным запросам я решил заняться исследованием такого сегмента умного дома как управляемые шторы и этот обзор будет посвящен мотору для штор akara b1 которая предназначена для работы системах управления mi home и akara home а также поддерживается в других системах таких как apple home kit и home assistant модель akara b1 the nc ld j12 lm интерфейс zigbee мощность 28 ватт питание двойное аккумулятор 3300 миллиампер часов либо от сети длина кабеля блока питания полтора метра класс защиты ip40 максимальная нагрузка вес штор 50 килограмм скорость движения 12 сантиметров в секунду вес мотора полтора килограмма размер 350 на 50 на 50 миллиметров поставляется привод плотной картонной коробке в экосистемном стиле с фотографией устройства на верхней крышке справа коричневый треугольный логотип краудфандинга xiaomi yopin упаковка сделана очень качественно внутри находится пенопластовый блок в отделениях которого все содержимое находится за пересылку можно не беспокоиться вот все что идет в комплекте мотор который должен соединяться со специальным карнизом аккумулятор для него и блок питания двигатель он слева имеет два варианта для подключения питания и стационарной от комплектного блока и от аккумулятора он справа аккумулятор емкостью в 3030 миллиампер часов имеет номинальное напряжение в 14,8 вольта то есть он способен отдать 44,8 ватт часа энергии по издавлению производителя этого должно хватать на полгода блок питания на 18 вольт максимальный ток 1,6 ампера он служит и для зарядки комплектного аккумулятора и может напрямую питать двигатель кстати приехал аккумулятор практически полностью заряженным для индикации уровня заряда служит четырех сегментный светодиодный индикатор для проверки уровня заряда нужно нажать на кнопку под индикатором а для соединения аккумулятор нужно поворотом зафиксировать на нижней части двигателя проверить его очень просто нажатие на кнопку двигателя запускают его работу специальный карниз это обязательное условие для использования двигателя моей основной целью было создание тестового стенда поэтому я заказал небольшой двухметровый карниз которому добавили дополнительные разъемы с упаковкой тут тоже все в полном порядке карниз был разделен на две равные части хорошо обмотан противоударной пленкой кроме дополнительных разъемов под другие типы двигателей в комплекте были четыре планки для крепления на потолок и шурупы эти разъемы предназначены для подключения двигателей акара первой версии стационарным питанием а также двигателей доя или под экосистему туя smart герой обзора акара b1 имеет квадратную форму разъема но при этом без проблем может устанавливаться и в эти а этот разъем специально под b1 он тоже квадратный карниз предназначен для установки одного двигателя поэтому с другой стороны у него заглушка движущиеся элементы это специальные металлические шкивы которым крепятся шторы внутри карнизов находится специальный армированный зубчатый ремень внутренние края штор крепится к неподвижным металлическим кольцам возле разъема для двигателя и заглушки вот наглядное сравнение разъемов для штор специализированный под акара b1 имеет меньшую площадь и форму квадрата тем не менее все основные крепления совпадают что дает возможность использовать героя обзора и там и там сняв верхнюю крышку с разъема для двигателя можно посмотреть как осуществляется движение штор зубцы ремня плотно соединяются с пластиковой шестеренкой которую вращает двигатель ремень перемещается внутри карниза двигая шкивы ремень хоть и закольцован но не цельный каждый из частей карниза свой отдельный на его окончаниях установлены и такие пластиковые заглушки которые во-первых могут тянуть шкивы а во-вторых могут выполнять роль стопоров для соединения частей карниза между собой служит дополнительная металлическая планка которая зажимается винтами ее надо выдвинуть на половину длины с одной из частей после этого задвинуть другую часть карниза и закрепить винтами которые упирают стенку металлического профиля надежно соединяют их между собой для установки на потолок используются комплектные крепления они закрепляются при помощи металлических лепестков достаточно просто провернуть в этом обзоре будет рассмотрен классический вариант движущиеся друг другу половинки штор которые сходятся посередине карниза для установки в карниз нужно совместить разъем и двигатель чтобы вал попал в разъем шестеренки круговые зажимы в отверстие вокруг него и два металлических штырька совпали со своими отверстиями на разъеме вот двигатель в установленном виде белый рычажок управляет круговыми зажимами двигателя и чтоб снять его с карниза рычажок нужно сдвинуть в сторону крепление рассчитано на то чтобы удерживать двигатель на весу это его нормальное рабочее положение как я уже сказал основная задача этого карниза тестовый стенд стационарно крепить потолку его я по крайней мере пока не планирую поэтому я соорудил вот такой вот испытательный полигон при помощи двух фото стоек уже после того как был отснят материал к этому обзору я опять занялся карнизом вот так выглядит разобранная пластиковая заглушка на конце ремня она не ломается ее можно аккуратно разобрать и собрать а разбирать ее нужно если есть необходимость заменить разъем на карнизе так как сквозь него через шестерню ремень заглушка пройдет нельзя а это движущийся шкив его пластиковая основа имеет специальное отверстие в которые устанавливаются заглушки ремня и таким образом движение ремня приводит движению шкива шкива можно соединить и с одной из двумя заглушками в зависимости от того как будут открываться и закрываться шторы вот вариант управления одной шторы которая будет двигаться с одного на другой край один из шкивов снимается на ремни ставятся заглушки только с одного конца и они соединяются с другим шкивом второй конец каждого ремня остается вообще без заглушек чтобы не мешать шкиву перемещаться по всей длине карниза в этом обзоре я постараюсь максимально охватить способы управления этим мотором но общем для них всех является необходимость зигби координаторе начну с вай фай bluetooth зигби шлюза xiaomi 3 версии системы mehome напомню в мехом я использую регион китай плагине шлюза переходим в меню дочерних устройств нажимаем добавить и выбираем контроллер штора кара на картинке изображена первая проводная версия но это неважно режим добавления на шлюзе общий для всех устройств для перевода мотора в режим сопряжения на 5 секунд зажимаем кнопку на нем останется выбрать только локацию указать свое имя и иконка плагина появится в общем списке устройств главное окно плагина предназначено для управления шторами максимально понятно на картинке отображаются текущее положение штор под ним ползунок позволяющий выставить их в любое другое положение еще ниже три кнопки открыть закрыть и пауза аналогично выглядит и плагин me home для аэс еще хочу отметить что несмотря на то что шлюз проброшен home kit и нормально пробрасывать другие подключенные к нему устройства штор там у меня почему-то не появилась возможно просто временный глюк для наглядности чтобы было видно движение обоих шкивов на стенде я повесил пару ярких фотофонов к сожалению они оказались коротковаты чтобы закрепить их и на концах карниза но для понимания принципа достаточно шторы можно открывать и закрывать не полностью можно при открытии остановить любом месте хода шкива перейдем к меню настроек тут можно изменить вид анимации штор в плагине на тот случай если у вас только одна штора ручной режим когда достаточно немного сдвинуть штору руками после чего двигатель откроет или закроет ее сам здесь же находится меню калибровки мотора которую нужно сделать первый раз калибровка удаляет все данные позиции после чего штора полностью открывается до упора пока шкив не упрется в препятствий эта позиция сохраняется и что раз закрывается опять до упора сохраняется вторая позиция это и есть вход шторы от 0 до 100 процентов после калибровки можно передвигать штору в любое место остальные настройки стандартные имя расположение устройства часовой пояс журнале сохраняются все срабатывания мотора и положения штор автоматизация к двигателю может быть триггером тут доступно одно событие низкий уровень заряда аккумулятора и конечно же действием их доступно шесть это открытие закрытие остановка движения переключения плавное управление для триггера поворот кубика и установка в промежуточное положение следующее рассмотрим систему управления кара home она во многом идентична mihome но больше ориентирована на использование в тандеме с apple home kit для подключения будем использовать круглый шлюз акара заходим в меню добавления новых устройств находим контроллер акара b1 нажимаем на него и далее выбираем какому шлюзу подключить моем случае тут только один вариант зажимаем на моторе кнопку на 5 секунд пока не загорится синий диод и ждем пока шлюз не найдет и не подключить двигатель внешний вид плагина немножко отличается от михом кстати тот мне нравится больше тут на всю ширину окна ползунок положения штор она может быть любой от полностью открытого или закрытого до любого промежуточного основные настройки тут те же самые что и в михом за исключением анимации открытия штор что практического значения особо не имеет кстати при переключении между системами калибровка мотора не слетает крайнее положение он продолжает помнить возможности в автоматизациях не отличаются от мехом один триггер и шесть действий включая плавную регулировку поворотом кубика через шлюзокара добавлены в home kit туда же пробросился и двигатель управления шторами тут уже никаких глюков не замечено здесь точно также можно при помощи ползунка управлять шторами и ставить их в любое положение работа голосового управления привет сири открой шторы работают и другие варианты команд например сири открой штору наполовину вот так работает ручное управление штору нужно дернуть нужном направлении и двигатель сделает остальное сам для добавления в home assistant можно использовать несколько методов например уже рассмотрены xiaomi gateway 3 через одноименную автоматизацию после добавления к нему мотора он появится и в home assistant это устройство состоит из двух сущностей первая должна показывать уровень заряда обычно это значение обновляется через какое-то время вторая управляет двигателем в таком режиме штора работает одновременно и в mi home и в home assistant сущность для управления относится к домену color и имеет такие сервисы как открыть закрыть остановить переключить и другие а уровень заряда это стандартный сенсор устройство штатно поддерживается и в интеграции zigbee to mqtt добавление стандартным способом включаем join и зажимаем на 5 секунд кнопку на моторе через некоторое время устройство появится в общем списке производители модель определяются корректно мотор работает как конечное устройство роутером zigbee он не является для него доступны следующие опции открыть закрыть остановить и позиция для желаемого уровня открытия на вкладке состоянии можно двигать ползунок позишн сдвигая шторы в нужное положение я не смог выяснить как его можно точно откалибровать за ту м у меня сохранилась калибровка сделанная в mi home через эту интеграцию в home assistant сначала пробросилась только одна сущность color но спустя некоторое время появились сенсор уровня заряда и качество сигнала и того в этой интеграции для home assistant доступны три сущности для мотора akara b1 два сенсора и cover поддерживается устройство и при использовании в качестве zigbee координатора слс шлюза процесс добавления устройства стандартный кстати в слс отображается корректная картинка именно аккумуляторной версии устройства здесь аналогично z2m есть уровень качества сигнала батарейка появится после первого же обновления состояния параметр позиции шторы и бинарное состояние running отображающие работает мотор или нет а вот home assistant тут пробрасывается все в виде сенсоров сущности cover который управляет шторами нет но это не критично так как все что нужно для создания такой сущности у нас есть cover можно сделать на платформе mqtt вручную по примеру показанному для этого контроллера на официальном сайте zigbee to mqtt ссылаясь на topic position на мой взгляд автоматизация штор это достаточно удобная и явно видимая функция умного дома очень интересно даже показывать гостям как у вас при помощи голоса открываются и закрываются шторы на этом все если у вас остались вопросы задавайте в комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал также напоминаю что все интересные новости обновления а также купоны и акции о товарах умного дома вы можете найти в моем telegram канале ссылку ищите в описании до свидания до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok